Билд, Германия, Тимошенко рвется к власти. Юлиан Рёбки. Билд, Германия. 25 января 2019 года. Я выставляю свою кандидатуру на пост президента. Этим заявлением бывшая украинская премьер-министра Юлия Тимошенко во вторник официально сделала то, о чем многие догадывались еще несколько месяцев назад. 58-летняя Тимошенко будет баллотироваться на выборах 31 марта и хочет, по ее собственному выражению, привести измученную войной страну в эру успеха, счастья и процветания. Однако сможет ли она за два с небольшим месяца выиграть выборы в шестой по численности населения стране Европы? В настоящее время она лидирует во всех опросах с показателями от 18% до 22%. Отставание президента Петра Порошенко, по разным опросам, от 3 до 10%. Таким образом, она в любом случае должна попасть во второй тур выборов. Однако далее может возникнуть щекотливая ситуация. Следует учесть ее высокую антирейтинговую оценку, то есть тех людей, которые ни в коем случае не будут ее поддерживать, пояснила известная активистка Майдана и журналистка Катерина Круг. Катерина Круг, газета Bild. По ее словам, многие считают Тимошенко политиком старого поколения, создавшего на Украине нынешнюю олигархическую систему. Кроме того, ее будут обвинять в хороших отношениях с Путиным. Для многих, кто в первом туре выборов не будет голосовать за нынешнего президента Петра Порошенко, это может послужить стимулом во втором туре все же отдать за него свои голоса, если он сможет выйти во второй тур. Мария Луизи Бек, Мария Луисович, директор Центра либеральной современности для Центральной и Восточной Европы, тоже считает, что успех Тимошенко на президентских выборах зависит от ее соперника во втором туре. Опросы прогнозируют, что Тимошенко обязательно попадет во второй тур. Однако решающим будут вопросы, удастся ли Порошенко пройти во второй тур и каков будет состав кандидатов. Перед новым президентом Украины, будь он мужчиной или женщиной, как и для 44 миллионов жителей, встанут три решающих вопроса. Во-первых, война и отношения с Россией, во-вторых, отношения с Западом и с Европейским Союзом и в-третьих, борьба с царящей в стране коррупцией. По ее словам, президент Порошенко уже подчеркнул, что не будет вступать ни в какие переговоры или сделки с путинской Россией. Тимошенко в этом плане высказалась не столь однозначно. Однако ввиду того, что Украина находится в состоянии войны с Россией, требуется военная дипломатическая выдержка, считает политический эксперт Круг. То есть те качества, которые Тимошенко свойственны лишь отчасти. Что касается темы западной интеграции, то здесь бывшему госсекретарю Марии Луизе Бек роль Юлии Тимошенко видится раздвоенной. Кандидатка объявила западную интеграцию и вступление в НАТО и ЕС самыми важными целями. Но сама она связана с олигархическими играми, поэтому ее позиции не хватает прозрачности. И сегодня трудно оценить, куда она как президент может направить страну, сказала Бек в интервью газете Бильд. Что же касается вопроса о борьбе с коррупцией, то киевская журналистка Катерина Круг не считает ни Порошенко, ни Тимошенко лучшим выбором для страны. По словам Круг, все кандидаты пообещали и дальше бороться с коррупцией. Однако Круг считает, из кандидатов, пообещавших устранить коррупцию, у меня больше всего доверия вызывает все же Владимир Зеленский, актер и новичок в политике, которого, по актуальным опросам, поддерживает 13% граждан. И, в меньшей степени, Анатолий Гриценко, независимый депутат и бывший министр обороны получает сейчас, согласно опросам, 9%. Оба они произвели на журналистку чистое впечатление. В противоположность другим кандидатам они не были замешаны в существующие коррупционные структуры, а их поведение в прошлом не вызывало скандалов. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.